Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа «Сила Слова». И мы верим в силу записанного Божьего Слова, который Дух Божий сегодня напоминает, обучает нас благодаря Божьему Слову, утверждает нас. И я верю, что эти программы, которые мы посвящаем теме «Ежедневно побеждая ложь врага», вот эти самые программы, они помогут огромному количеству людей сегодня получить твердое основание в вере. Особенно в таких важных словах, когда Иисус говорит «Я с вами во все дни до скончания века». Причина сомнений, причина неудач, причина поражения верующих людей очень часто кроется в том, что они попросту сомневаются в том, что Иисус сегодня, как и во все дни до скончания века с ними, они сомневаются в этом. И поэтому начинают предпринимать какие-то действия, которые очень часто усугубляют ситуацию. Люди погружаются в большее отчаяние, в больший страх, в большую депрессию, в большие болезни, немощи. И кажется, что конца края этому не видно. И вот сегодня я хочу, чтобы мы помолились с вами и начали эти программы, благодаря которым любой человек, который прослушает эту программу, будет утвержден в том, что Божье Слово – истина, и что Бог всегда стоит за Своим Словом. Всегда Он бодрствует о том, чтобы Его Слово исполнилось в жизни каждого человека. А вот научиться, как это применить в своей повседневной жизни, уже зависит от нас с вами. Дорогой Господь, благослови нас сегодня. Я прошу мудрости, я прошу откровения от Бога, я прошу тебя коснуться каждого человека и утвердить его. Утвердить на основании Божьего Слова и научить каждого, чтобы каждый человек, который сталкивается сегодня с плохими диагнозами, с финансовыми трудностями, проблемы в служении, проблемы в воспитании детей или в браке, в общем, везде, где человек сегодня чувствует себя одиноким, покинутым, оставленным, где сегодня люди наполняются страхом или депрессией, «Боже, пусть твой свет придет». Пусть сегодня Божье Слово, как крепкое, проверенное, испытанное основание, будет заложено в сердце и верование каждого человека. И поэтому, дорогой Дух Святой, сегодня наставь нас на всякую истину в отношении того, что Иисус с нами. Я бы хотел, чтобы мы с вами открыли послание к евреям, 11 главу, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Без веры Богу угодить невозможно. Требуется, чтобы каждый человек, который сегодня называет себя верующим христианином, требуется, чтобы каждый веровал, что Бог есть. И следующее действие, которое должен предпринять такой человек, Писание говорит, что мы должны начать искать. И где мы ищем Бога? Ищем ли мы Бога в своих ощущениях, как это сегодня часто бывает? Или ищем мы Его в Его Слове? Потому что удивительное свойство есть у Божьего Слова. Оно делает нас тверже. Тверже в наших убеждениях. Тверже в нашем характере. Тверже на основании того записанного Божьего Слова, которое Иисус всегда брал для того, чтобы разрушать дела дьявола. Дьявол лжец. Иисус говорит об этом, что Он – Отец лжи. Дьявол – Отец лжи. И когда Он говорит, Он говорит Свое. И поэтому мы, как люди, любой из нас, где бы мы ни находились, мы не являемся исключением дьявола, его бесы, его духи, бесовские, злобные, нечистые. И они все работают над тем, чтобы огромное количество людей по всему миру просто за чистую монету принимало бы все, что они говорят. Царство тьмы – лживое царство. Дьявол постоянно трудится над тем, чтобы изобретать все новые и новые формы обольщения лжи и атаковать хороших божьих верующих людей этой ложью. В надежде, что верующие люди не распознают, что это ложь, примут это, согласятся с этими лживыми словами, мыслями и идеями. И через это буквально они просто будут поражены, разрушены. И так много людей, которые не просто живут в обольщении. Это одна сфера, где дьявол работает в жизни людей. Обольщение. Но очень много сфер жизни, нашей жизни, где дьявол непрерывно, неизменно трудится над тем, чтобы верующие люди веровали лжи. И не только в вопросах веры, не только в вопросах теологических, но в повседневной. В общем, он всегда рисует картину такой страшной, пугающей и безысходной в надежде, что люди поверят в это. Почему так важно для дьявола, чтобы верующие люди веровали лжи? Потому что вера в действительности – это могущественная сила. Она либо даст доступ Богу в нашу жизнь, и через это спасти нас, исцелить нас, благословить, изменить, наполнить нашу жизнь вот тем небесным видением и повести нас по тому жизненному пути, который Бог приготовил для нас в Иисусе Христе. И дьявол прекрасно понимает, что если мы будем веровать истине, мы спасемся. Если мы будем веровать истине, мы будем исцелены. Если мы будем твердо верить в том, что Бог является обеспечителем во всех наших нуждах, и через это будем твердо держаться за Его Слово, за Его обещания, дьявол обязательно проиграет, он обязательно отступит, потому что у него нет силы противостоять истине. И поэтому все царство тьмы непрестанно 24 часа в сутки работает над тем, чтобы изобретать ложь, пропагандировать ложь, сеять ложь в надежде, что все это будет усвоено, будет принято, и через это придет поражение в жизнь хороших, благословенных верующих людей. Я хочу, чтобы вы открыли со мной Евангелие от Матфея 28, 18, где Иисус говорит, приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их. Ага, нам нужно учиться. Это большое откровение на самом деле, что есть сферы, в которых я просто не научен, и мне необходимо быть обученным. Мне необходимо быть обученным в том, как спастись от греха. Мне необходимо быть обученным в том, как получить исцеление от болезней. Мне необходимо научиться тому, как жить верой, как формировать свою жизнь и как продвигаться по этому пути, потому что очень часто мы цитируем место Священного Писания, где Иисус говорит, я есть путь истинной жизни. Вот мы говорим об истине, о жизни, а о пути не всегда говорим, но Иисус есть путь также. Итак, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Я прошу моего драгоценного Господа сегодня утвердить каждого из вас, драгоценные наши братья, сестры, все наши зрители, в этой очень важной, основополагающей истине, в которой мы должны пребывать, быть обученными и жить, осознавая, что Иисус с нами. Как бы все сегодня не выглядело негативно, отрицательно, как бы сегодня мы не ощущали себя плохо, больными, подавленными, что бы ни происходило сегодня с нашей душой, ощущаем ли мы Божье присутствие или нет, то, что говорит Божье Слово, не может измениться, оно не может нарушиться. Иисус однажды сказал, я с вами, я с вами во все дни. И кто-то из вас может сказать, дорогой брат Максим, как же он со мною, если сегодня я чувствую себя таким одиноким, со всеми этими болезнями, со всеми этими кредитами и этими долгами. Бог вообще забыл обо мне. Бог забыл о нашем доме, Бог забыл о нашей семье. Он так далеко от нас. О, если бы он был с нами, все было бы по-другому. И тем не менее, как бы сегодня вы себя не ощущали, как бы вы сегодня себя не чувствовали, и какими бы ужасающими, негативными, отвратительными не были бы обстоятельства, ничто не может нарушить того, что однажды сказал Иисус, я с вами. И наоборот, даже тогда, когда мы чувствуем себя одинокими, раздавленными, побитыми, очень важно напоминать самим себе, говоря, «Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что сегодня Ты со мною». Не важно, как я себя чувствую, не важно, как выглядят обстоятельства, как глубоко погрязли мы в этих долгах или кредитах, не важно, Ты с нами. Потому что однажды Ты это сказал, и это не может измениться. И так прекрасно осознавать, что невзирая на наше настроение, приподнятое или подавленное, не важно, какие у нас ощущения радостные, возбужденные, Бог с нами, присутствует Его с нами, или наоборот, когда мы не чувствуем Его присутствия, не важно, потому что ничто не может отменить истины, ничто не может отменить того, что сказал однажды Иисус, я с вами. И вот об этой драгоценной истине, которая, в принципе, является основополагающей во всех наших разбирательствах с грехами, во всех наших битвах, во всех наших этих сражениях духовных, душевных, физических, против болезней, какими бы ни было обстоятельствами, мы должны исходить из того, что Сам Бог стоит или отвечает за то слово, которое Он однажды сказал. И не важно, какого было бы население Земли, 5 миллиардов человек, 7 миллиардов человек, сколько бы ни было каким-то удивительным, для нас, может быть, непостижимым образом, Иисус с нами во все дни до скончания века. Увидимся через минуту. Дорогие друзья! Если вы хотите стать партнером служения Силы Слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах, и мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения Силы Слова. Бог да благословит всех вас! Аминь! Нажав вкладку «Пожертвование», выберите сумму, обратите внимание, сумма пожертвования указана в тенге. Введите данные вашей карты, номер, срок действия, трехзначный код и вашу электронную почту. Также вы можете перейти на сайт для пожертвования, отсканировав QR-код камерой вашего телефона. Мы благодарим каждого, кто своим пожертвованием поддерживает это важное служение. Своими финансами вы даете возможность проповедовать Евангелие, помогать нуждающимся, осуществлять миссионерские поездки, доносить весть об Иисусе Христе через телевидение и интернет. Пусть Господь благословит вас и восполнит каждую вашу нужду по своему богатству в славе Христом Иисусом!